Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Сититель Иоанн Златоуст, Бесина 30-я. О том, чтобы с кротостью переносить укоризны и бесчестие. Научимся уступчивости и кротости у Спасителя. Научитесь от Меня, говорит Он, ибо Я кроток и смирен сердцем. Матфея 11, 29. И отвергнем всякую гневливость. Восстанет ли кто против нас, мы да будем смиренны. Станет ли кто поступать с нами нагло, мы да будем услужливы. Будет ли кто язвить и терзать нас насмешками и ругательствами, не будем отвечать тем же, чтобы мщением за себя не погубить себя. Гнев есть зверь, зверь жестокий и лютый. Чтобы укротить его, будем припевать себе стихи из Божественного Писания и говорить «Прах ты и пепел!» Бытие 3, 19. «И что гордится земля и пепел?» Серахов 10, 9. А также «Устремление ярости и его падение ему» Серахов 1, 22. И еще «Муж гневливый и неблагообразен» Притч 11, 25. «Подлинно нет ничего безобразнее гневливого лица. И если же лица, то тем более души. Как тогда, когда разрывают грязь, обыкновенно бывает зловоние, так и тогда, когда душа возмущается гневом, появляется великое безобразие». «Но не могу, скажешь, вынести поношение от врагов. Отчего же скажи? Если враг сказал правду, то еще прежде него тебе самому следовало бы укорить себя, и ты должен благодарить его за обличение. Если же ложь, то не обращай на то внимания. Он назвал тебя нищим, посмейся этому. Назвал низким или бессмысленным, пожалей о нем. Ибо кто скажет брату своему врагу, повинен Гиенне Огненной, 5.22. Итак, когда кто станет поносить тебя по мысли о том наказании, которому он подлежит, и не только не будешь гневаться, но и прольешь слезы. Никто не сердится на одержимых лихорадкую или горячкую, но все жалеют о подобных людях и плачут. А такова и душа разгневанная. Если же хочешь и отомстить, смолчи, и тем нанесешь врагу смертельный удар. И если же будешь отвечать на укоризну укоризною, то сгнетешь огонь. Но присутствующие, скажешь, будут обвинять в малодушии, если стану молчать. Не в малодушии будут обвинять, а подявятся любомудрию. И если же ты, подвершись поношению, станешь огорчаться, то через это будешь поносить сам себя, потому что заставишь думать, что сказанное о тебе справедливо. Отчего, скажи мне, богач смеется, когда слышит, что его называют нищим? Не от того ли, что он не сознает за собой нищеты? Так и мы, если на бранные слова будем отвечать смехом, через то представим величайшее доказательство, что мы не сознаем за собой того, в чем нас укоряют. При том же, доколе нам бояться суждений людских? Доколе будем презирать общего всем владыку и прилипаться к плоти? Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, не плоткие ли вы? 1 Коринфянам 3.3 Будем же духовными и обуздаем этого страшного зверя. Между гневом и беснованием нет никакого различия. Гнев есть тоже беснование, только временное. Или даже он хуже и беснование. Бесноватый может еще получить прощение, а гневающийся подвергнется тысячам учений, как добровольно стремящийся в бездну погибели. Да и прежде будущей гиенны он уже здесь терпит наказание, так как во всю ночь и во весь день носит в помыслах души своей непрестанное смятение и незатихающую бурю. Итак, дабы избавиться от наказания в жизни настоящей и мучений в будущей, отринем эту страсть и будем выказывать всякую кротость и уступчивость. Через это мы обретем покой нашим душам. И если в Царстве Небесном, и здесь и в Царстве Небесном, которого досподомимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и присны во веки веков. Аминь.